Здравствуйте! Мы на библейском портале Экзогет продолжаем чтение исторических книг, книг царей. Мы еще не завершили чтение третьей книги царств и остановились в прошлой беседе на том моменте, когда пророк Илья помазует в пророке Елисея. Это совершилось таким символическим жестом, когда Илья накидывает милость плащ свой на Елисея, и тот переживает совершенную перемену, понимает, что он призван теперь быть служителем Бога истинного, следуя за Ильей. При этом Господь через Илью напоминает о том, что будет жестоко наказано всякое нечестие, всякое долослужение. Впрочем, остаток спасется. Семь тысяч верных, которые не поклонились Ваалу, не лобызали его, сохранит Господь себе как святой остаток. Так сказал Илья Елисею. И об этом, надо сказать, напоминает нам и Евангелие о святом остатке, который претерпит до конца и этим спасется. В послании к римлянам апостол Павел, когда напоминает римлянам, язычникам, собственно, бывшим, новообращенным христианам, напоминает им о том, что им не должно превозноситься над иудеями, которые, пусть ещё не знают Бога истинного, то есть не уверовали в Иисуса Христа, отступили от того пути, который изначально Господь предназначил избранному народу, чтобы в конечном счёте выйти навстречу Христу единодушным, всем народам. А выходит, как вы помните, очень немногие. Опять же, выходит навстречу Христу не толпа, не народ, как бы сказать, убеждённый каким-то агитатором, пророком или направленный царём. На призыв Христа лично отзывается один, другой, третий. Ещё в младенчестве, даже нет, ещё в эмбриональном, так сказать, своём, до рождения предмладенчестве, почувствовал присутствие имеющего родиться Бога-младенца, Иоанн Претеча, бывший ещё в отраве матери своей, Анны, Елизаветы. Лично узнал Христа он, уже взрослым мужем, когда проповедовал в пустыне, крестил народы в Ордане, лично узнал Христа в толпе, когда Христос подходил, ещё не называя себя, подходил к Ордану и указал на него своим ученикам. Вот Агнец Божий. И, узнав в нём Бога, за ним последовали юный Иоанн и Андрей, первые апостолы. И далее другие – Филипп, Нафанайл, один, другой, каждый лично узнавал Бога. Недаром пророку Илье Господь сказал о встрече Бога с людьми не в каком-то громоподобном устрашающем явлении, которое не может не убедить, а в тишине, во внутренней тишине человеческой души является человеку Бог и узнаётся. Так и происходило один, другой человек. И даже тогда, когда 3000 человек присоединились к апостолам, как об этом мы читаем в книге Деяний, и церковь умножилась в тот день ещё тремя тысячами верных, и это было тоже личное уверение, потому что Духом Святым разорилось каждое сердце из этих людей. Так вот, к чему я говорю? К тому, что когда Павел напоминает римлянам, что пусть они не гордятся перед иудеями, что вот они христиане, а иудеи Христа ещё не приняли, среди иудеев Господь находит в себе святой остаток. И покуда церковь странствующая, то есть совершающая своё служение в мире всем, Бог долготерпит и найдёт в себе верных среди народа избранного своего. Он говорит, апостол напоминает как раз вот эти слова, которые сейчас мы читаем в книге Царства. «Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колено перед Ваалом». То есть это слова значительные не только в устах Ильи, когда он беседует с Елисеем, но значительные и во всей истории Израиля, как Израиля Ветхозаветного, так и Новозаветного, то есть Церкви Христовой. И так совершилось в Мазове Елисея. А интересно, как мы читаем, вот в смысле этого милоти пророческой на плечах пророка, какую накинул Илья на Елисея. Об этом интересно говорит пророк Захария, когда он напоминает о том, что совершится правильный суд Божий, и всякая ложь будет разоблачена, и истребятся идолы, очистится и пророческое служение от всяких лжепророков и прорицателей. И да, вообще Захария говорит так, пророк Захария, «И будет в тот день устыдятся такие прорицатели каждое видение своего, когда будут прорицать, и не будут надевать на себя власеницы, чтобы обманывать». То есть этому лжепророку, прорицателям, которых укоряет Захария в данном случае, пророк Божий, для того, чтобы кого-то убедить в своем, так сказать, пророческом авторитете, достаточно было накинуть на себя милость. Но это были ложные пророки, и не было на них истинной милости пророческой. Дальше в 20 главе 3 книги царств говорится о победе царя Ахава над сирийским царем по слову пророка. Об этом говорится так. И вот один пророк подошел к Ахаву, царю израильскому, и сказал, «Так, говорит Господь, видишь ли, все это большое полчища, то есть сирийское, вот, я сегодня придам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь». А, кстати, сирийское воинство было огромным, и Ахаву не было шансов победить его. Но вот пророк ему указывает, что Господь велит воевать. «Вот, я сегодня придам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь». То есть этим как бы пророчеством через того человека Божьего Ахав мог бы быть убежден, что его жизнь зависит от истинного Бога, а не от Ваала, в котором он поклонялся. И сказал Ахав, «Через кого?» Он сказал, «Так, говорит Господь, через луг областных начальников». И сказал Ахав, «Кто начнет сражение? Он сказал, ты». Ахав счел слуг областных начальников, и нашлось их 232. После них счел весь народ, всех садов Израилевых, 7 тысяч. И они выступили в ползень. Венадад же напился допнино, то есть Венадад, сирийский царь, в палатках вместе с царями, с 32 царями, помогавшими ему. То есть огромное, конечно, было почаще, которое так себя чувствовало спокойно, что разгулялось тут. И выступили прежде слуги областных начальников. И послал Мирадад, и донесли ему, что люди вышли из Самарии. Он сказал, «Если за миром вышли они, то схватите их живыми, и если на войну вышли, так же схватите их живыми». Вышли из города слуги областных начальников и войска за ними. И поразил каждый противника своего. И побежали сириане, а израильтяне погнали за ними. Венадад же царь сирийский спасся на коне с санниками. И вышел царь израильский, взял коней и колесницы и произвел большое поражение у сириан. И подошел пророк к царю израильскому и сказал ему, «Пойди, укрепись, и знай, и смотри, что тебе делать, ибо по прошествии года царь сирийский опять пойдет против тебя». Так вот, далее речь идет вот о чем. Царь сирийский действительно был вразумлен этой неожиданной победой израильтян и понял, что да, им покровительствует Бог. Но как он мог мыслить о Боге? Что если они поразили его в горной местности, значит, израильтяне поклоняются Богу гор. Давай-ка мы их встретим с битвой в долине, на равнине. Бог равнины им не поможет. Но в конце концов и на равнине сирийский царь Минадад потерпел поражение. А после этого, что было нечестиво со стороны Ахава, Ахав замирился с Минададом и за это обличает его пророк. Вот как об этом говорится в 20 главе Третьей книги царства. И сказали ему, так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо души его, народ твой вместо его народа. И отправился царь израильский домой встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию. Итак, Ахав одержал две победы, одну и следующую через год. И мог бы в ответ на эту помощь, очевидную помощь Бога, разумеется, и последовать Богу безукоризненно, в том числе окончательно поразить неверных, то есть идолпоклонников сирийцев. Но он замирился с ними, с Винодадом. Ему ближе это идолпоклонническое общество, за что и был осведомлен, так сказать, пророком от Господа, что умрёт, не выдержит его царство. В 21 главе Третьей книги царств повествуется о коварстве царицы Изавели, о винограднике некой военного фея и о вмешательстве пророка Ильи по слову Господню. Ахав позавидовал соседу. Против его владения был некий виноградник, принадлежащий человеку по имени Новофей. Ему захотелось этим виноградником завладеть, присоединить его к своему саду. Мы тут можем понять, что собственность, частная собственность израильтянина была неприкосновенна, стала быть, так просто взять себе как у какого-нибудь крепостного не мог чужого имущества. И так, ведь оно, это имущество переходило из рода в род, надо иметь еще и вот это значение такого неприкосновенности этого недвижимости, так скажем. Она знаменует собою неприкосновенность того, что принадлежит народу, ведь это мой народ, говорит Господь о иудеях, об израильтянах. Он не говорит, что это твой народ тому или иному царю, это мой народ. К конечному счете, любой царь только исполняет, так сказать, административную функцию и должен помнить, что истинный царь народу сам Бог и принадлежащие народу не может принадлежать царю. Ну вот Ахав позарился на виноградник Набуфея, предложил ему купить Набуфей не согласен, ведь это земля отцов, он не может торговать землей отцов. Ахав очень огорчился, пришел домой, лег, не ест и повернулся к стенке. Ну, такое немножко детское поведение. Изавель заметила, что тот очень огорчен, спрашивает о чем дело и говорит, хорошо было бы царство в Израиле, если царь так себя ведет и не может завладеть тем, что им хочется. И она поступила очень коварно, она просто нашла людей, которые убили Набуфея и потом говорит Ахаву, забирай виноградник, Набуфей умер. Так вот, дальше такие события. Когда услышал Ахав, что Набуфей был убит, он разодрал одежды свои и надел на себя вретище. И потом встал Ахав, чтобы пойти к винограднику Набуфея израильтянина и взять его во владение. То есть, Ахав прежде всего выразил страшное огорчение. Он понял, что это беда, что совершилось преступление против Бога. А далее. И было слово Господне к Илье Набуфея псы будут лизать и твою кровь. И сказал Ахав Ильи, нашел ты меня, враг мой. Он сказал, нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа и раздражать его. Так, говорит Господь, «Вот, я наведу на тебя беды и вымету за тобою и истреблю у Ахава мочащегося к стене и заключенного и оставшегося в Израиле». То есть, это означает «Истреблю весь народ, каждого». Но смирение даже такого нечестивца, как Ахав, спасает его от немедленной смерти. Об этом так говорится в этой 21 главе Третьей книги Царства. «Выслушав все слова сии, Ахав умилился пред Господом, ходил и плакал». К слову «умилился», кстати, надо понимать именно как сокрушение сердечное. «Разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Ильефе святянину об Ахаве, и сказал Господь, «Видишь, как смирился предо мной Ахав за то, что он смирился предо мною, и я не наведу бед в его дни, во дни сына его, но веду беда на дом его». И действительно так и было. Ахав погиб не божественным наказанием, но своей смертью. Это случилось во время войны израильского царя и царя иудейского, которые вместе зайти или против сириян. Сказано об этом так в Третьей книге царства. «И сказал Иосафат, это царь израильский, то есть Иосафат – царь иудейский, царь иудейский, сказал царю израильскому. В это время в Идеи был некий Иосафат царем. Нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам попросить через него? То есть цари спрашивают у пророков, успешна ли будет их битва с сириянами. Ну, и пророки, разумеется, как верные, так сказать, служители, они на прокурме у царя предвещают ему удачу, а царь иудейский Иосафат спрашивает, тут в Израиле нет ли еще пророка, которого можно было бы спросить? И сказал царь израильский Иосафату, есть еще один человек, через которого можно было просить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Немилая. Вот интересная вещь. Царь настолько уверен в себе, настолько уверен, что Бог должен как бы само собой, благословить его на все, что царь вздумается, что он может не любить того пророка, который пророчествует ему недоброе. А вот был некий Михей, и не тот Михей из числа малых пророков, а другой человек, который высказался так. Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, вот, речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них, извлеки и ты добрая. Вот интересно, как можно обращаться к пророку или какому-нибудь, скажем, другое время ученому или оседомленному специалисту, который должен власть поддержать своим знанием. Нет, знание, оно истинное, а уж намерения могут быть и ложные. И сказал Михей, жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь. И пришел он к царю, царь сказал ему, Михей, идти ли нам войною на Ромов Галаадский или нет? И сказал ему тот, иди, будет успех, Господь придаст его в руку царя. И сказал ему царь, еще, еще, заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истинного имя Господа. И сказал он, я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь, нет у них начальника, пусть возвращается с миром каждый в свой дом. И сказал царь израильский Иосафату, не говорил ли я тебе, что доброго, а только худое. И сказал Михей, не так, не я, а выслушай слово Господне. Я видел Господа сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло прием по правую и по левую руку его. И сказал Господь, кто склонил Бахава, чтобы он пошел и пал в рамове гладском. И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, сказал перед лицом Господа и сказал, я склоню его. И сказал ему Господь, чем? Он сказал, я выйду и сделаю с духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал, ты склонишь его и выполнишь это, пойди и сделай так. И вот теперь попустил Господь дух лживого в уста всех пророков твоих. Но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Сидеки, сын Ханаана, и ударив Михея по щеке, сказал, как неужели от меня отошел дух Господень, чтобы я говорил в тебе? И сказал Михей, вот, ты увидишь его в тот день, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтобы укрыться. И таким образом вот этот Михей, которого на беду себе, ну, не на беду себе, а чтобы быть вразумленным, позвал самый Ахав, израильский царь, предрекал им гибель, не покорились цари, и в конечном счете Ахав погиб, и умер царь, и перевезен был в Самарию, и похоронили царя в Самарии, и обмыли колесницу на пруде Самарийском, и псы лизали кровь его, и обмывали лудницы, по слову Господа, которую он изрек, то есть жрицы каких-то идолов, идол омывали колесницу царя окровавленную, которого привезли с этой битвы убитым, и псы лизали кровь, как и предрек Ахаву пророк великий Илья. Далее на этом кончается история царей в третьей книге царств, и четвёртая, первые две главы книги царств, они повествуют о пророке Илье и о начале служения пророка Елисея. Итак, после Ахава воцарился в Израиле Ахозия, сын его. Так говорится об этом в третьей книге царств. В это время от Израиля начинают откалываться некоторые территории. И отложился Муав от Израиля по смерти Ахава. Ахозия же упал через решётку с горницы своей, что в Самарии и заимок. То есть Ахозия наследник Ахава. И сказал «Подите, спросите у Велизавула божества Акаронского, выздоровею ли я от болезни своей». То есть вот настолько Ахозия наследовал пристрастия своей матери и Изавилии, и отца своего Ахава, что даже не помыслил обратиться к истинному богу, а за пророчеством о своём выздоровлении отправил послов к истинному Велизавула. Тогда ангел Господень сказал Ильев Испитянину «Встань, пойди навстречу посланному царя Самарийского и скажи им «Разве нет Бога в Израиле, что вы идёте попрошать Велизавула, божество Акаронское? За это, как говорит Господь, с постели, на которую ты лёг, не сойдёшь, но умрёшь». И пошёл Илья и сказал им «И возвратились к охозе и посланные, и он сказал им «Что вы это возвратились?» И сказали ему «Навстречено вышел человек и сказал нам «Пойдите, возродитесь к царю, который послал вас и скажите ему так, говорит Господь, разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Велизавула, божество Акаронское, за то, с постели, на которую ты лёг, не сойдёшь, но умрёшь». И сказал им «Как уж виден тот человек, который вышел навстречу вам?» Они сказали «Человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим и сказал он «Это Илья Фисвитянин». И далее Ахозия посылает к нему пятидесятника, то есть командира роты, целой роты, 50 человек, ну или там, не знаю, как это у них называлось, в общем, пятидесятник, который истреблён Богом весь пятидесяток, также и второй, который посылается за Ильёй, чтобы взять его. И когда с третьим пятидесятником пришёл человек, то он щадит этот отряд, и тот человек, который пришёл пришёл за Ильёй, боится везти его к царю, потому что Илью велено было казнить, а привезти живым означало, что он не выполнил приказ царя. Но год Иорама сына Иосифатова, царя Иудейского. И так в это время и в Израиле, и в Иудее царствуют цари оба по имени Иорам. в эту пору Илье после вот этого его обличения царя Охозии пришла пора передать своё служение пророку Елисею. Илья же, как вы помните, наверное, всю эту историю был вознесён Богом на небо, то есть принят Царство Божие. Это событие вознесения не должно было быть странным для иудеев. Илья не первый, кто был из жизни земной вознесён в жизнь небесную. Это особый избранник Божий. Так вот, это некоторое имеет предысторию, сам факт вознесения, она такова. В то время, как Господь хотел вознести Илью в вихре на небо, шёл Илья с Елисеем из Галгала и сказал Илья Елисею, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Ефиль, как бы хочет оставить Елисея, чтобы произошло не в присутствии Елисея то, что должно было совершиться, но Елисей сказал, жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя, и пошли они в Ефиль. Вот тут испытывается верность Елисея. Елисей мог бы так просто послушаться Илью, но Елисей послушался того, что подсказывал ему Дух Божий в его сердце. И тогда опять Илья говорит Елисею, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Ерехон. И тут не соглашается Елисей оставить Илью. Потом Илья снова говорит Елисею, останься здесь, ибо Господь посылает меня к Ордану. И сказал ему Елисей, жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пошли оба, 50 человек из сынов пророческих пошли и стали вдали напротив них, и они оба стояли у Ирдана. Значит, были свидетели этого события, сыны пророческие, 50 человек. И взял Илья милость свою, и свернул, и ударил ею по воде, и раступилась она туда и сюда, и перешли они посоху. Событие существенное, что они перешли от одной стороны Ирдана на другую, как из одной жизни в другую, как перешёл Израиль из Египта в землю обетованную. Это вот перехождение через воду, оно, в сущности говоря, символизирует преодоление через порог смерти. Когда они перешли, Илья сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он, трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебя так, а если не увидишь, не будет. Когда они шли дорогу и разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и вознесся Илья в глазах Елисея, и Елисей ухватился за милость его, и она осталась у него, и вот таким образом дух Божий, который так вещественно, как бы сказать, знаменуется этой милостью, остается на Елисею. И понял милость Ильи, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. И можно вернуться обратно, он кого вошел в иное бытие, когда принял от Ильи благодать пророческую, да еще удвоенную. И тут он поднял милость Ильи, ударил ею по воде и сказал, где Господь Бог Ильи Он Самый? И ударил по воде, и она раступилась туда и сюда, и перешел Елисей. То есть где Господь? Господь разверз ему поток и перешел Елисей. И увидели его сыны пророческие, которые в Иерихоне издали, и сказали, «Опочил дух Ильи на Елисея и пошли навстречу ему и поклонились ему до земли». И так начинается служение пророка Елисея. Это служение отличается грозными предзаменованиями, которые так совершает Елисей, чудесами одно за другим, которые он тоже совершает, подостоверение того, что Господь вмешивается в человеческое существование через действия своего пророка. Об этом будем толковать в следующей встрече. До новых встреч! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok